Юные спортсмены из Белгорода прибыли в Мордовию в прошлую субботу. Уже успели познакомиться со столицей, погуляли по центру Саранска, побывали на экскурсиях. А вот сегодня отправились в многофункциональный центр на базе приюта «Надежда». Там сейчас проходит семейная неделя. Специалисты МФЦ провели мастер-классы для приезжих гостей по рисованию, технике оригами и парикмахерскому искусству. Затем с белгородскими спортсменами встретился глава Мордовии. Артем Сдунов поприветствовал гостей и отметил, что республика у нас спортивная, славится своей системой образования и культурной жизнью. Как вы убедились, у нас республика спортивная, объектов много, мы этим занимаемся с утра до вечера, у нас много прославленных спортсменов. Обратите внимание на наши вузы, время летит быстро, захотите поступать, параллельно надо спортом заниматься, а все у нас здесь уже есть. И эти условия мы, конечно, предоставим. 32 легкоатлета и 3 педагога приехали в Мордовию на тренировочные сборы. Очень благодарны за теплый прием и особо отметили футбольно-легкоатлетический манеж, где и проходят тренировки. У нас налажены тренировочные процессы, у нас зарядки, тренировки, прекрасные условия, шикарный манеж с кругом 400 метров, крытый, таких несколько в стране. И возможность побывать здесь и каждый день на нем тренироваться, это просто мечта. После встречи с главой гости побывали на экскурсии в кибергалерее. Здесь рассказывают о технике, которая создавалась еще в прошлом столетии. Для взрослых – ностальгия, а для детей – знакомство с историей. Интересно познакомиться с историей создания советских техник на основе технологий, которые были и использовались в рамках, создавались в рамках нашей республики. А этот не такой примечательный экспонат на первый взгляд – компьютер АГАТ. Микросхема для него разработана на территории Мордовской АССР. Если пройти дальше, можно обнаружить целую тайную комнату. В обновленной кибергалерее появился целый новый зал. Если там расположены компьютеры, на которых раньше играли наши родители, то здесь целая комната, созданная в стиле советской эпохи. Там расположена старинная техника. Здесь комоды, которые были раньше у наших бабушек и дедушек, с зеркалами, с хрустальным сервизом. Ну и главная фишка этой экспозиции – настенный ковер. После экскурсии дети смогли поиграть на уже музейных экспонатах. Кто-то в уток стрелял, кто-то в симулятор жизни играл. В общем, впечатления остались положительные. Я достаточно давно увлекаюсь программированием, поэтому эта тема для меня очень интересна. Было интересно посмотреть на старые компьютеры, как развивались технологии. Выставка очень сильно понравилась. Арина Лешкина, Павел Толобаев. Наш Новости.